Снова всем welcome! Это снова я. Сегодня у нас прекрасный солнечный день. Конец декабря, плюс 23 градуса. Вот значит уже люди вот поставили там видно елочки, готовится отмечать Рождество, Новый год. Я решил немного поснимать, рассказать немного о чехлах для мотоциклов. То есть все вы достаточно давно уже в курсе, что продаются чехлы для мотоциклов, чтобы укрить их от непогоды, от всяких там внешних факторов, от пыли и так далее. То есть чтобы люди не особо на мотоцикл обращали внимание. Вот поэтому есть, то есть в мире продается очень много разных фирм, производителей чехлов. Вот и я решил рассказать немного об этих фирмах. То есть в данный момент моем мотоцикле установлен такой чехол. Фирмы я к сожалению уже не вспомню. Вот значит материал такой как бы сказать бумага, полубумага, полуткань. То есть она такая вот, вроде как мягкая и на ощупь как бумага. Вот скажу сразу, что данного чехла хватает максимум на год, хотя он не из самых дешевых. То есть это достаточно тоже топовый практически чехол. Вот как бы по швам он не расходится, швы хорошо прошиты. Но спустя год использования, сезон, то есть да, во-первых он начинает вот так вот видно да, отслаиваться. Вот и куски начинают отлетать. То есть далее вот как бы вот не знаю видно там нет. То есть он внутри также тканевый. То есть вот здесь вот не видно. То есть он внутри тканевый и ткань тоже начинает сыпаться и вот эта такая белая такая как бы пыль начинает оседать на мотоцикле. То есть я попробую сейчас вот приподнять, показать то есть его. Вот она такая вот белая и вот не знаю видно там нет. Вот она белая пыль такая. И это будет на всем мотоцикле. То есть поначалу первые там полгода не было такого. Но вот со временем он начинает высыхать и вот такая вот фигня появляется. То есть постоянно вам придется от это от пыли его от этой очищать. То есть вот еще один минус данного чехла. Он весь прошит вот такой тканью весь изнутри. И то чтобы как говорится глушителями не прожигало его. Но данная ткань достаточно толстая и она не успевает высыхать под чехлом. Вот и в влажную погоду или там в сыром климате она начинает вот так плесневеть. Видите да? То есть черные пятна это все. Это полностью. И там впереди вон она тоже так покрыта этим плесенью. То есть это вот спустя всего лишь год. Год использования данного чехла. Вот такая вот фигня. То есть данный чехол я не рекомендую к покупке. Но потому что его хватает на очень короткий срок. У меня до этого был другой чехол из материала такого как пленка. Ну из толстой пленки такая. Вот. Он тоже не прожигался. Но при этом его хватило мне на два года. И без всяких там проблем вообще я использовал. Такого отслаивания там через год не было. Вот. Далее. Здесь находится. Вот. Я тут свой велик прикрыл чехольчиком. Также есть вот такие вело-чехлы. Вело-чехлы из тонкой пленки. Такая вот она. Они тоже хорошо защищают от солнца, от всяких там дождя, пыли и тому подобное. Но я их крайне не рекомендую использовать с мотоциклами по одной простой причине. То что данные чехлы не рассчитаны на высокую температуру. Если вы используете его на мотоцикле и, как бы сказать, после поездки с неостывшим глушителем, то глушитель прожгет вам эту пленку. То есть не используйте вело-чехлы для мотоциклов. Естественно, если, конечно, у вас есть там какая-то ткань, и которую вы можете накрыть этот глушитель, а после накрыть этим чехлом, то да, можно в этом случае как бы попробовать. Но лучше взять уж сразу мото-чехол и нормально как бы накрывать и не париться с этими всякими тканями. Вот. Я тут себе приобрел другой чехол, другой фирмы, новый. То есть размера как раз под свой мотоцикл. Это размер 6L у меня, ну, в данной фирме. Вот. А в других фирмах это могут быть совершенно другие размеры. Там надо смотреть под модели мотоциклов. Они все расписаны. Обязательно смотрите на размер. Если вы ошибетесь с размером, то он или не налезет, или будет большой, или может просто, как говорится, не подойти к вашему мотоциклу по размерам, по габаритам. Вот. Обязательно на чехле должно быть снизу вот такая вот лямка, скажем так, или как это, да. Вот. Для перетяжки с нижней части мотоцикла, дабы он, скажем так, ветром этот чехол не надул и не сорвало с мотоцикла. Далее. Обязательно в чехле должны быть вот такие прошивки. Вот здесь вот видно, да. Вот они вот так вот полукругом идут. Вот внутри она вот такая вот, ткань такая мягкая. Вот это для глушителей специально сделанная. Вот, чтобы не прожигала эту пленку. Вот. Сама пленка, она выполнена вот такая вот здесь толстая. Вот. А здесь вот она немного другая. Она как, ну, знаете, у пожарников есть такие там костюмы, такая огнеупорная, специальная. Вот. Ну и желательно, чтобы в чехле были дырки под цепь для переднего и для заднего колеса. Вот. В этом чехле тоже, как бы, эти все дырки все есть. То есть также, вот. Но единственное, здесь вот она еще тоже от старости уже вот оторвалась. Все уже, уже никуда не годится. Тут, как бы, тоже в этом немного порвалось все. Вот. Ну, как бы, не очень хорошо. В общем, лучше покупать вот такого плана, как пленочные чехлы. С минимальным... Он стоит не так дорого. Вот. Это сам чехол. И достаточно удобен в использовании. Он легкий, меньше места занимает, чем вот этот. Потому что он по объему достаточно большой. У меня он даже в сумку не влазит. Хотя у меня сумка там на 32 литра. Вот. То есть его надо туда... Это... Пять раз складывать и туда запихивать с силой, чтобы он туда влез. Поэтому я бы не рекомендовал использовать такие данные чехол. Вот. Поэтому смотрите сами. Думайте сами. То есть, как бы, вот данный чехол помещается в такой вот маленькую сумочку. То есть, вот, видно, пакет. Ну, как вот. Вот такого вот размера. Где-то 30 на 40 сантиметров. Она, в принципе, войдет в любую сумку мотоциклетную или в любой рюкзак. Если вы куда-то собираетесь там ехать далеко, обязательно возьмите с собой чехол. Когда будете на длительных стоянках, он вам поможет сохранить мотоцикл от влаги. И он прослужит вам дольше. Мотоцикл, если он не будет ржаветь. Вот данный вот... Вот здесь рядом еще стоит мотоцикл. Как мы видим, он тоже был новый. Куплен буквально три или четыре. Наверное, три, да, все-таки, года назад. Да, мужик сюда приехал, тоже его поставил. Но мы, как бы, мы видим, да. Вот, пожалуйста, видите, ржавчина. Вот тут ржавчина. Тут вот на болтах ржавчина. Далее. Тут вот, все, вот, шайбы ржавеют. Все, вот, даже вот здесь вот, где номер уже заржавело, все. Конечно, соответственно, все в замок зажигания попадает, там, туда-сюда. Тут Сузуки 125-ка. Тоже экономичный мотоцикл, но он на нем редко ездит, очень. У него стоит, он здесь чисто ржавеет. Вот, видно, тут вот ржавчина. А потом, если вы собираетесь продавать с мотоцикла, у вас будет такое количество ржавчины. Естественно, цены будут гораздо ниже на этот мотоцикл. Ежели если он будет без ржавчины, без ржавых всяких вот этих гаечек, болтиков. Или, там, амортизаторов. Ну, цепь, соответственно, тоже вот видно, что ржавая. Он ее не смазывал ни хрена. Вот такие вот дела. Поэтому, если вам, как говорится, не это самое, не жалко свой мотоцикл, вы можете не покупать чехол, оставить все как есть. Он будет у вас вот так вот стоять. И потихоньку погода будет его разрушать. Ну, если же вам дорог ваш мотоцикл, и вы не хотите, чтобы он у вас начинал ржаветь, или как-то портится сиденье, кожа там, и эти самые шланги, это от солнца там не начинали иссыхаться так быстро, то желательно приобрести чехол, и желательно не экономить на нем. То есть, ну, вот данный чехол, вот тот вот, я приобрел по цене примерно, сейчас не соврать, 5 тысяч примерно рублей. Вот, 5 тысяч рублей. Но это из-за того, что размеры практически самый большой. Вот, можно, конечно, поискать и подешевле. Можно, знаете, и за 4 где-то тысячи рублей. Но это все равно, это достаточно дешевые, скажем так, чехлы, по сравнению с тем, что предлагают, вот в Японии здесь элитные всякие фирмы, там есть за 15, за 20 тысяч рублей. То есть, это как бы вообще непомерно дорого, вот, только за бренд, из-за бренда. Вот, и, то есть, как бы сами смотрите, что вам выгоднее. Вот, ну, это все, в принципе, все, что я хотел сказать. Вот такой вот небольшой ролик о чехлах для мотоциклов. Вот, а с вами был Дэн. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. А мы увидимся с вами в следующих видео. До связи. Субтитры сделал Dэн.